Здравствуйте, друзья! Один остроумный француз как-то заметил «La solitude est une belle chose» «Одиночество – прекрасная вещь». Но ведь нужен же кто-то, кто бы сказал вам, что одиночество – прекрасная вещь. Немного в стороне от популярных туристических маршрутов Грузии, в западной части Эмеретии. Неподалеку от города Чиатура, у реки Кацхура, есть одно очень необычное место. Здесь его часто называют «крепость одиночества». В глубокой речной долине, в полусотни метров от скальной стенки, стоит отколовшаяся когда-то и обработанная дождями и ветром огромная известковая глыба, вертикальная как столб – столб Кацхи, по имени расположенного рядом поселка. Порода, из которой состоит скала, далеко не самый твердый материал. Нижняя часть подточена больше, чем верхняя, поэтому столб имеет форму булавы, расширяющейся к вершине. Иногда даже кажется, что он вот-вот упадет. Но за многие тысячелетия своего существования он пережил бесчисленное множество землетрясений, и ничего с ним не стало. На самой вершине, на пятачке, площадью всего в несколько метров, стоит маленький храм. И еще одно совсем микроскопическое строение – жилище монаха. От одной мысли, что там может находиться человек, захватывает дух. Само собой разумеется, наверху нет ни воды, ни пищи. И все только самое необходимое для жизни отшельника привозится к скале и поднимается ручной лебедкой на высоту около 40 метров. Кстати, железная лестница появилась здесь сравнительно недавно, уже в 20 веке. И совершенно непонятно, каким образом люди забирались туда в прежние времена. Археологические изыскания обнаружили на вершине следы, относящиеся к эпохе задолго до прихода христианства. Этот вертикальный монолит, место, где небо встречается с землей, еще тогда служил святилищем языческих культов плодородия. А первый христианский храм построили, по всей видимости, в VI веке. Во всяком случае, Болнистский крест, высеченный в камни, относят именно к этому периоду. В XV веке храм был разрушен во время вторжения Османской империи. И ведь это ж еще надо было забраться туда, чтобы совершить акт вандализма. Сейчас рядом со столпом располагается небольшой действующий монастырь. И стоят несколько жилых и хозяйственных построек. И еще одна маленькая церковь. Удивительно, но колокольная звонница устроена внизу, у подножия скалы. Очевидно, наверху для нее просто не нашлось места. Небольшая пристройка с черепичной крышей прилепилась к основанию столпа. Рядом с ней лежат несколько старых глиняных кувшинов к вевре. Судя по всему, где-то здесь исторически находился винный погреб. Кстати, неподалеку от Кацхийского столпа есть еще один похожий на него монолит. Чуть меньший по размеру. Но пока еще не нашелся аскет-одиночка, чтобы построить там убежище. Так что место вакантно. Южный Казахстан – настоящая кладовая уникальных природных объектов. Мы находимся примерно в двухстах километрах от Алма-Аты. Здесь располагается природный парк Алтын-Эмель. Не стоит удивляться слову «парк». И хотя это действительно охраняемая территория, и для того, чтобы сюда попасть, нужно получать пропуск, сделать это не так уж сложно. Достаточно просто зарегистрироваться и соблюдать ряд нехитрых правил. Передвигаться только по проложенным дорожкам, не рвать цветы и не мусорить. Из множества интересных объектов, пожалуй, самый популярный и посещаемый – огромная песчаная гора, которую называют Ай-Гай-Кум – поющий бархан, за способность издавать необычные звуки. Посреди пустынной равнины он виден издалека, и к нему ведет ровная, отсыпанная мелким щебным дорога с пологими поворотами. Чем не раллийная трасса? Очень трудно удержаться от того, чтобы раскрутить мотор до максимальных оборотов и мчать, не сбавляя скорость до самого финиша у подножия бархана. Здесь мы оставляем квадроциклы и переходим к пешему восхождению. В сравнении с барханами Сахары он кажется не таким уж большим. Его высота около 150 метров и длина немногим больше трех километров. Но внимание заслуживают не столько размеры, сколько впечатляющие картинки с видами постоянно пересыпающегося песка, принимающего причудливые очертания. Мы стали подниматься на бархан по западному склону. Он выглядит более пологим. Песок с этой стороны немного плотнее и поэтому по нему существенно легче шагать. Иногда нам встречаются ящерицы круглоголовки из семейства Агамовых. Вот у кого конечности совсем не вязнут в песке. Эти маленькие рептилии отлично приспособились к жизни в пустыне. Их лапки снабжены специальными чешуйками, которые облегчают передвижение. У них не очень хороший слух, зато отменное зрение. И даже есть третий глаз, чувствительное пятно на затылке, которое хотя и не передает четкого изображения, но ощущает свет и малейшее его изменение. Это позволяет круглоголовке без лишних движений контролировать пространство на 360 градусов, ловко охотиться на насекомых и вовремя скрываться от врагов. Несмотря на солнечный день, воздух был довольно прохладным, около 12 градусов, и нам было вполне комфортно даже в теплых куртках. А вот песок под лучами солнца нагрелся настолько сильно, что едва можно было терпеть его босыми ногами. Но если не стоять на месте, а постоянно переступать с ноги на ногу, то становится не так горячо. Наверное, поэтому мы довольно быстро преодолели склон и забрались на самую верхнюю точку гребня. С Бархана открывается удивительно красивый вид на окружающую местность. С южной стороны виднеется узкая полоска реки Или, за которой поднимаются горные массивы Сагиты и Бугуты. На северо-западе высится один из отрогов джунгарского Алатау – Большой Калкан, а на северо-востоке – Малый Калкан. Получается, что наша песочница располагается в котловине между обрывистых гряд, сформировавших очень своеобразную розу ветров. Мощные воздушные потоки принесли сюда массы песка из речной долины. В этом месте ветер теряет свою силу, и его хватает только на перемещение песчинок в пределах одной большой кучи. За многие тысячелетия песок, можно сказать, откалибровался по составу. Совсем мелкую пыль унесло прочь, а более крупные частицы скопились в пониженных местах, где поверхность стала похожа на каменистую пустыню Гоби. Пространство вокруг Бархана только на первый взгляд кажется безжизненным. На самом деле, растительный мир этой местности богат и разнообразен, и насчитывает более тысячи видов, многие из которых редко можно увидеть где-либо еще. Вот, например, один из многочисленных видов Эремуруса – Эремурус неравнокрылый. Это латинское наименование переводится как «хвост пустыни». Ну а местное его обозначение – шриш – можно трактовать как клей, что намекает на то, что его можно использовать в хозяйстве. В понижениях между песчаными буграми, там где песок плотный и относительно неподвижный, можно увидеть россыпи трясущихся от ветра шариков шоколадного цвета. Это плоды растения, которые называются осоковздутое. Семена находятся внутри овальных пузыриков размером с фасолину. Они выполняют роль своеобразных поплавков, чтобы зерно не оказалось погребенным в толще песка, а оставалось у поверхности, где намного больше шансов дать всходы. Самое красивое растение здесь – цистанхе солончаковое. Крупные башенки соцветий никого не оставят равнодушным. Все стремятся сфотографировать или сфотографироваться на его фоне. В этом растении удивительным образом сочетаются внешняя привлекательность, мощные лекарственные свойства и то, что фактически цистанхе – это растение-паразит. Да-да, оно даже не имеет собственной корневой системы и высасывает соки из корней белого сексаула, рядом с которым его обычный можно найти. В качестве оправдания такому коварству можно заметить, что цистанхе накапливает в себе множество полезных веществ, помогающих при самых разных диагнозах. Например, в традиционной китайской медицине на его основе готовят снадобья для повышения потенции. К сожалению, услышать, как поет бархан, нам не удалось. Шум ветра перекрывал все остальные звуки. Трудно было даже разговаривать. Что ж, придется попытать счастье еще разок, выбрав для этого более тихую погоду. Как-то раз, двигаясь напрямик по степной равнине в юго-восточной части Казахстана, в нескольких километрах от села Тарлоулы, мы встретили очень необычный памятник. Он хорошо виден даже издалека, как ориентир, и при этом выглядит совсем не характерно для здешних мест. Постройка представляет собой сложенную из плоских песчаниковых плит четырехгранную пирамиду, со сторонами примерно 7 на 7 метров и высотой около 12 метров. Остроконечный купол плавно сужается кверху. Но самое интересное связано не с архитектурой. Это захоронение относит к X веку. Оно появилось задолго до прихода ислама в эти места. А знаменитым сделал его народный эпос – старинная легенда о трагической любви джигита Козы Корпеша и красавицы Баян Сулу. Причем всего известно около двух десятков вариаций в исполнении разных казахских акынов. Легенду о Козы Корпеше и Баян Сулу часто сравнивают с шекспировской трагедией Ромео и Джульетти. Но только казахская версия древнее на несколько столетий. Говорят, что даже Александр Сергеевич Пушкин был впечатлен историей, с которой он случайно познакомился во время своего путешествия по степям Оренбуржья. Если бы не роковая дуэль, возможно, мы знали бы и поэму на русском языке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова